Руслана, дзюдо это сложно, но это очень интересно. Первое упражнение у нас, ну давайте простое делаем, на колеточке, бегом, на скорость, да? Да, да, ура. Приготовились, снимаем. Жимаем, поехали. А у нас надо, мальчики, мальчики, мальчики. Теперь сложный вариант мы должны сделать, но хорошо сделаем, кто будет у нас на колеточке. Нужно перестать на колеточке, взять себя на ножки, да? Ну-ка, покажи, и пойти на колеточке, куда-то. Я знаю. Давай, не начинаем, колеточку. Нет, надо взять ножки, да. И вдруг я съем, а вот, вот, идет все, у меня есть. Все, ребят, давайте сложное упражнение. Сейчас проверяем руки вперед. Да! Поехали, руки вперед. Да, да, да. Урок назад, приготовить. Урок назад. Урочек назад. Смотри, вот старшие ученики нам вам покажут, как они колесо у меня делают. Смотри, они уже делают сложный вариант. Русик, покажи, что надо делать колесо. Смотри, видите? Он нам на руку научился делать. А еще, Русик, покажи, что колесо с локтей, как надо делать. Русик, покажи, что колесо с локтей. Русик, покажи, что колесо с локтей. Хорошо. Сейчас, давай, на ножки покажи нам. Смотри. На ножки. Ой, головы на ножки, понятно? Вот, головы на ножки. Все, давайте, сейчас мы начинаем пробовать, приготовить. Приготовить, приготовить, приготовить. Ваня. Так, два же группы, тоже пробуйте, как вы сразу же показали. Жмем, а икли. Так, давайте, начальник берем, один, полный, да? Начальник всегда, все, кто-то, 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 кто-то. Внимание, приготовить. Жмем, через один прыгаем. Через два полный, как приготовить. Давайте, начальник, начальник. Давайте, низко, низко. На коленочке. Сережа, на коленочке. На коленочке. Давайте, начальник. Вот так, лучше уберите, лучше уберите. Малет. Так, нужно постараться. Сделать полурок так, чтобы вы были не задержаны. Жень! Поехали! Вот так, посмотрим, Дед Мороз поверит вверх или некому. Шве! Репресс! Как мы умеем бороться Смотрите, сейчас будет такая борьба И мы должны постараться В этой борьбе вылет Мы сейчас делаем схватку грузиком Смотрим Такая будет схватка у нас Мы ладошки делаем вот так Теперь Мы должны Выиграть соперника Правило появится следующее Вы руками делаете только вперед И равновесно Вот прыгать вы можете Вот кто толкнул Тот подбегал То есть кто падает Давай, Русики еще раз показываем Раз 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 Понятно? Что же можно с одесенными ручками Да, так вот вывел Давайте по парам становимся Так, вперед Так Пошла Пойди сюда Давай Давай, давай Все, приготовили Сели Все, подвези Будешь на победителя Подвези Все, куда Ведем Красавчик Ведем Два 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 Что красавчик Давай Семё Да Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здравствуйте, ребята! Поздравляющим вас Новым Годом! Кто сегодня лучше всех тренировался? Я! А кто вчера лучше всех тренировался? А разве у вас вчера? Вчера! Нет! Ай-яй-яй! И все на лето хотят получить подарки! Да! А что готовы сделать для подарков? Сиди! Сиди! Выбер у нас спортсмены! Я! Есть спортсмены! Да! А кто покажет мне какое-нибудь упражнение? Сладкое упражнение! Я! Поехали! Бразок через метро покажет! Дедушка Мороз смотрит! Вот это да! А почему родители молодец? Добрый день! Молодец! Вот это вы молодцы! Давайте, давайте! Поумеет, показывает! Аккуратно! Убей! Ой, стой, стой! Не надо, стой! Не дай! Вот маленький! А вы смотрите. Видите, как старшая группа уже умеет? Вы скоро... А ты на... Вот это вы молодцы. За это вы получаете на ладони подарок. Так, Матве. Вот, заработаем. Видите? Заработаем подарок. Вводим по кому? Кто выполнял упражнение? Я. Так, вы же. Руслан, скажите, чем сегодня занимается заслуженный мастер спорта, чемпион мира по самбо? Ну, я сейчас занимаюсь... Очень глубоко погрузился в детское дзюдо. Причем самое тяжелое, что мне приходится все это делать в разных возрастах. Ну, в частности, вот у меня сейчас ребята до 18 лет выступали на первенстве России. Также мне приходится тренировать до 15 лет. И в то же время я тренирую новичков. В общем, весь ассортимент детского дзюдо у меня присутствует сейчас в моей жизни. Как я понимаю, это ваш клуб дзюдо? Да, это мой собственный дзюдо, который я уже проживаю 9 лет. Скажите, какие особенности вы могли бы выделить в тренировочном процессе детей дошкольного и среднешкольного возраста? Ну, дошкольный возраст, конечно, это как бы обязательно элементы акробатики, координация и растяжка. Ну, естественно, присутствует в основном игровой метод тренировки. Последующий уже этап – это базовые приемы, базовые положения, захваты, стойки. Которые уже формируют базовую технику для начального уровня дзюдо. Скажите, на ваш взгляд, с какого возраста для детей нужно уже начинать углубленное изучение дзюдо? Ну и, в частности, самбо тоже. Ну да, мы, наверное, не будем делить эти два года спорта. Но я думаю, что, смотрите, вообще вот в моем понимании, в связи с современными тенденциями мировыми, да, я думаю, что, конечно, ребенку нужно приводить уже в 5 лет заниматься. Какие-то серьезные тренировки, я думаю, что нужно начинать с 9 лет, наверное, не раньше. Ну, это как бы, конечно, может быть, это где-то все разные. Кому-то, может быть, можно пораньше, кому-то, может быть, попозже нам. Но я такое, как бы, среднее взял число, исходя из своего опыта. На сегодняшний день вы сказали, что у вас уже есть ребята возраста до 18 лет, которые участвуют в первенстве России. Скажите, они пришли к вам с самого юного возраста? Или, в принципе, к вам приводят также из других клубов для того, чтобы они могли улучшать свое качество, ну, такое соревновательное джудо-самбо? Ну, вот поколение, которое я сейчас веду до 18 лет, это мой первый набор, который я сделал как раз-таки с 5 до 7 лет. И вот именно вот этот первый набор сейчас уже выступает на, ну, таких достаточно высоких соревнованиях. Ну, в частности, вот сейчас на первенстве России из моего первого набора, который вот пришел ко мне, это две медали вот на Россию сейчас. На ваш взгляд, какая основная задача тренера в тренировочном процессе, ну, назовем такого детско-юношеского джудо-самбо? Ну, первое, я думаю, самое важное, это привить любовь к джудо. Ну, можно, наверное, сказать, любовь к спорту, любовь к джудо-самбо. Я думаю, это основное, именно, чтобы у ребенка была какая-то потребность в тренировке. Вот. И только потом уже это, ну, непосредственно профессиональные какие-то качества, которые уже будут накладываться на его желание тренироваться. Руслан, вы были долгие годы профессиональным спортсменом, входили в состав сборной команды России и под джудо и по самбо. На ваш взгляд, использование упражнений джудо и самбо с точки зрения здоровья и сбережения, возможно ли такое? Мне кажется, возможно, если это делать правильно. Я вообще думаю, что, в принципе, человек должен заниматься джудо до старости, ну, до смерти. То есть настоящий воин, он должен умирать прямо в кимоно. Ну, это, как бы, такой, конечно, может быть, такой, немножко фантастичный такой. Но я думаю, что, как бы, вот вообще смысл жизни человека – стать воином. И непосредственно джудо, оно, как бы, помогает ему, вот, обладение, наверное, этим искусством. Не обязательно быть, наверное, там, профессиональным спортсменом, чемпионом каким-то мира. Воин может быть любой человек. Любой человек, который идет по пути совершенствования, да? И джудо – это, ну, я считаю, один из детей, которые человеку вот приводят к каким-то, ну, может быть, даже более высоким состояниям, потому что человек, который постоянно находится, ну, в форме, в таком боевом духе, я думаю, это и есть та личность, которая может, ну, достигнуть каких-то высот, ну, в том числе, наверное, в духовном, наверное, смысл. Вы сами лично сегодня каким образом поддерживаете свою физическую форму, ну, так называемую, что может быть, психологическую, эмоциональную? Используете ли технологию джудо-самбо? Ну, я, честно говоря, очень люблю до сих пор бороться, вот, к сожалению, в связи с тем, что я постоянно, ну, нахожусь в таком тренерском режиме, это очень сложно, потому что вся энергия уходит на детей, но когда вот бывают такие возможности, я, ну, несказаемо счастлив, вот, еще раз почувствую захваты, передвижения, поймать какой-то бросок, что-то узнать новое для себя, там, из джудо, и, ну, и, конечно, сейчас уже вот в этом возрасте я увлекся, ну, не то что профессионально, но достаточно так стараюсь углубленно погружаться в йогу, вытягивать суставы, там, позвоночник, может быть, такие легкие медитации какие-то, дыхательные упражнения, я думаю, что это тоже, как бы, ну, гимнастика такая, она тоже неоткемлемая часть для организма человека, в том числе, наверное, для психики, наверное, и она очень хорошо сочетается вот в джудо, вот, ну, скажем так, вот, я для себя выявил таких два направления, джудо, йога и, конечно, аэробные упражнения, то есть это бег, лыжи, плавание, вот, я думаю, что вот в сочетании вот этого вот комплекса, я думаю, что человек может идти вперед с хорошим здоровьем, ну, и чувствовать свое тело и сознание. Скажите, сегодня самбо пробует свои силы попасть в регулярный состав олимпийского движения, ну, в частности, в этом году уже озвучили, что самбо, как федерация, международная федерация самбо включена в олимпийскую семью, перспектива включения в самбо в олимпийскую программу, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, в связи с такой политической атмосферой, конечно, это маловероятно. Основной конкурент самбо – это джудо, и, ну, чтобы самбистам переплюнуть джудо, это нужно, конечно, ну, во-первых, вложить немалые деньги, я думаю, экономический какой-то момент тоже присутствует в этом. И, на мой взгляд, как бы непосредственно соревновательная система самбо пока находится в, ну, не в самом лучшем развитии, и я не думаю, что, ну, такой вид спорта будет смотребельным и перспективным именно в плане олимпийского движения. Ну, это, на мой взгляд. Сначала было спортивное самбо, как просто вид борьбы, потом появилось боевое самбо, как направление, и сегодня развивается так называемая пляжная самбо. Что вы можете сказать об этом направлении? Видели вы это? Вот буквально недавно, кажется, осенью прошел даже чемпионат мира. Скажу, не знаю, может быть, несколько такие обидные слова, но мне кажется, это пока это, знаете, развлечение больше, чем какой-то серьезный профессиональный путь развития самого. Понимаете, чтобы борьба была профессиональной, нужно непосредственно, ну, развивать как бы основное как бы ее направление. Я думаю, что это такое, знаете, как бы легкое утешение, мне кажется. Ну, это неплохо. Это неплохо с точки зрения, знаете, такого масштабного развития. Но это никак не идет вперед именно профессионального развития самбо. поэтому с точки зрения, еще раз повторюсь, ну, какого-то там, ну, расширения, там, да, вот, непосредственно, как бы, как бы, в том, что люди там, ну, дополнительно изучают еще ударную технику, да. Но, еще раз повторюсь, профессионально это, ну, мне кажется, тупиков грабить. Ну, и в заключении, что вы могли бы пожелать самбистам и дзюдоистам всего мира? Я хочу пожелать, чтобы все самбисты и дзюдоисты перестали завидовать друг другу, а стали друг другу поддерживать, любить и уважать. Спасибо. Спасибо.